Добрый день, коллеги! В завершении этой интересной сессии я тоже слушала с интересом доклада предыдущих выступающих. В конце хочу рассказать немножко о том, как применять в условиях импортозамещения, автоматизировать различные бизнес-кейсы. И в первую очередь я хочу рассказать про цифровую нашу платформу, которая позволяет финтех-организациям финансовым обмениваться с госорганами. Наша компания, R-Style SoftLab, которую я представляю, предлагает комплексные проекты по автоматизации, импортозамещению. У нас большая широкая линейка продуктовая, и в том числе многое посвящено вопросам импортозамещения. То есть наша команда помогает финансовым организациям перейти на решения ведущих российских разработчиков, таких как SAP, перейти, допустим, на SAP на 1S или 40МС УВД Postgres. Также мы предоставляем ИТ-оборудование, проводим сайзинг, помогаем с выбором решений, решений и выстраиванием стратегий информационной безопасности в соответствии с требованиями законодательства и в соответствии с необходимостью импортозамещения. Кроме того, у нас есть бизнес-решения для HR-автоматизации, документа оборота, закупок и речевой аналитики. Вот здесь представлены продукты нашей компании, но сегодня я расскажу про небольшой продукт, который называется Рестконнект. В первую очередь он предназначен для финансовых организаций, для возможности обмена с государственными госорганами, в том числе для проверок своих клиентов. Если посмотреть, какие основные запросы, допустим, кредитных организаций проходят по автоматизации, то есть каким сервисом они подключаются в рамках своей работы, то вот здесь мы провели небольшую аналитику. Очень много запросов там есть на обмен с ФНС, но в том числе, например, сейчас видим большой спрос на такой сервис, как проверка паспортов. Здесь представлены сервисы, которые предоставляют систему межведовственного взаимодействия, сокращенно это называется СМЭФ, через которую кредитные и другие также организации, страховые, МФО и другие участники СМЭФа могут получать различную информацию. И, собственно, наш продукт как раз взаимодействует с госорганами через вот эту систему межведовственного взаимодействия, через систему СМЭФ. Итак, в кредитных организациях мы видим, что очень много востребованными являются такие сервисы, как обмен с ФССП, обмен с МВД для получения проверки паспортов, получение различной информации о блокировках и так далее. Если посмотреть на запросы страховых компаний, то тут основным лидером является такой запрос, как цифровой профиль, когда организация может получить данные по своим клиентам из его цифрового профиля, то есть из его личного кабинета на госуслугах. Это основной сервис, который доступен страховым организациям. И тоже видим, что в 2023 году данный сервис пользовался большим спросом среди страховых. И, в принципе, сейчас в эту область заходят МФО, микрофинансовые организации, микрокредитные компании. Им тоже доступны сервисы через МЭФ и, в частности, цифровой профиль. И в связи с этим возникает потребность проверять клиента, потому что, во-первых, в 2023 году был опубликован норматив, согласно которому МФО, так же как и банки, так же как и страховые, должны обязательно проверять своих клиентов, чтобы минимизировать различные случаи мошенничества. То есть мы видим, что очень много запросов на различные проверки клиентов. И для удовлетворения потребностей рынка финансового у нас есть такой продукт, который называется ResConnect. Это небольшая платформа, небольшой такой продукт, который ставится в инфраструктуру заказчика и интегрируется с системами заказчика. В принципе, это можно делать и без интеграции, то есть работать вручную. Но в целом, как правило, все наши клиенты, они встраивают наш продукт в свой IT-ландшафт, интегрируют свои системы с нашим продуктом ResConnect, и он работает незаметно 24 на 7 в автоматическом режиме, обмениваясь различной информацией с государственными органами. Если мы говорим про банки, тут, конечно, большой ассортимент госорганов, с которыми можно взаимодействовать. Если говорить про страховую инфу, это немножечко поменьше. У нас сейчас в ResConnect более 40 таких модулей, коннекторов, сервисов, которые как раз могут подключаться к госорганам и получать различную информацию. Сам ResConnect – это такая единая платформа, на которую как раз нанизываются вот эти модули, обмены. Вот здесь представлены на слайде текущие сервисы, которые у нас реализованы. Они здесь сгруппированы по своему, так сказать, целевому назначению. То есть мы видим, что у нас есть здесь сервисы и для поддержки требований законодательства, и для повышения лояльности клиента, для сокращения документа оборота, и большой пул таких сервисов как раз для комплексной проверки клиентов, потому что в наше время очень важно знать достоверную, правильную информацию о своем клиенте, которую можно так или иначе потом использовать в своей работе. Наша платформа позволяет заказчику реализовать такую единую точку входа, единая точка, которая взаимодействует с госорганами, то есть имеет выход вовне, и к которой подключены различные системы учета у заказчика. Коннекторы наши легко подключаются, и благодаря тому, что у нас большая экспертиза, мы минимизируем трудозатраты заказчика, банка, финансовой организации по взаимодействию с госорганами, потому что на своей стороне реализуем все форматы обмена, поддерживаем их изменения, и в целом помогаем также заказчику подключаться, потому что там требуются различные организационные моменты, заявки и так далее. И в целом, если говорить РСКоннект, применимо в принципе в любой организации, где есть, так или иначе требуется какое-то взаимодействие с государственными органами, с нотариатом, с Федеральной службой судебных приставов, с налоговой. Как я уже сказала, как правило, вот здесь вот на схеме представлена структура нашего продукта. То есть если слева мы видим различные госорганы, это могут быть в принципе любые. Справа у нас стоит автоматизированная АЭС, система заказчика, это может быть и банковская система, там любые системы принятия решений, в общем, любая система учета, их может быть несколько. И в центре стоит наш РСКоннект, который как раз является таким адаптером, шлюзом для взаимодействия с госорганами. Коннект имеет свою базу данных, есть, конечно, интеграционный слой, даже в некоторых модулях, в некоторых коннекторах есть довольно такая сложная, глубокая бизнес-логика. Как я уже говорила, РСКоннект работает в основном автоматически, не требует постоянного присутствия сотрудника-заказчика, но, естественно, мониторить, смотреть, строить какую-то аналитику по этому обмену необходимо, поэтому у нас есть пользовательский интерфейс, куда могут подключаться пользователи и работать. Если говорить о стрелочке между госорганами и Коннектом, то здесь я уже говорила, вот этот обмен осуществляется через СМЭФ, систему межведовственного взаимодействия. Это основная система, потому что очень многие госорганы публикуют свои сервисы по обмену данными именно в СМЭФе. Но также очень много есть и собственных API у госорганов, к которым мы тоже можем подключаться, потому что есть, например, тот же Федеральная Нотариальная Палата, которая публикует API на своих ресурсах, и к которым можно подключаться и также получать информацию. То есть наши коннекторы в основном это СМЭФские, потому что их, в принципе, в СМЭФе таких сервисов очень много, но есть и те, которые обмениваются напрямую с тем же налоговым нотариатом непосредственно через API. Если говорить про стрелочку, которая соединяет РСКоннект и автоматизированную систему заказчика, то здесь эта интеграция в коробочном нашем решении в РСКоннекте реализована через веб-сервисы. То есть у нас каждый коннект, когда встраивается в архитектуру заказчика, из них из коннекта встроены веб-сервисы, через которые идет как раз поток информации и систем заказчика. Веб-сервис – это такой базовый вариант. Естественно, у нас много клиентов, у которых есть различные другие требования. То есть тут больше требований зависит от возможностей самих систем заказчика. Поэтому часто нас спрашивают, а можно ли там напрямую в базу данных данные забирать или брать, можно ли там через очереди работать, можно ли там, не знаю, файловый обмен. Пожалуйста, да, у нас есть все эти возможности, потому что так или иначе, при разнообразии различных клиентов у нас очень разнообразный опыт по интеграции. Поэтому, когда мы идем в партнерство с каким-нибудь заказчиком, то в первую очередь мы отталкиваемся от их требований. То есть, пожалуйста, если устраивают веб-сервисы, пожалуйста, они есть в дистрибутивном варианте. Если требуется что-то еще, тоже, пожалуйста, мы с легкостью это реализуем. Ну и по поводу пользовательского интерфейса, хотя это не та система, где нужно сидеть, нажимать на кнопочки, там постоянно что-то делать. Тем не менее, мы сделали красивый, такой симпатичный пользовательский интерфейс, основываясь на методологиях такой компании, как юзабилити-лаб, все время была очень известная. Поэтому, благодаря их методикам, мы создали интерфейс, в котором очень удобно работать, и все интуитивно понятно. И все наши коннекторы в целом имеют одинаковый, схожий интерфейс. То есть, есть некий список всех обращений к госоргану. У каждого сообщения есть статус, то есть, всегда можно понять на текущий момент, что происходит. Либо мы отправляем сообщение, или получаем, либо обработка завершена. Можно всегда провалиться внутрь, посмотреть прямо из из, те XML, которые были отправлены в госорган, через МЭФ или через АПИ. Можно посмотреть, что было отправлено в систему заказчика. То есть, предоставляются полные возможности для, допустим, разбора каких-то нештатных ситуаций. Ну и также любые все наши списки можно выгружать автоматически в Excel и тоже потом на основании каких-то выборок строить ту или иную аналитику. И хотелось бы отметить, в чем преимущество такого промышленного решения именно от вендора. То есть, не когда заказчик сам делает различные департаменты заказчика, делают это взаимодействие. Во-первых, решение получается через нас единообразное. Как я уже говорила, это такая единая точка входа. Все, в принципе, понятно, интуитивно, одинаково. И также большую роль играет то, что мы на своей стороне отслеживаем изменения форматов. Вот те внешние форматы, с которыми мы обмениваемся с госорганами. Мы отслеживаем изменения и сами, собственными силами, реализуем, не привлекая при этом наших заказчиков. То есть, та интеграционная часть, она, как правило, меняется редко. Ну, конечно, если там потребуется передавать какие-то новые данные, то и внутренняя интеграция потребует доработок. Но, как правило, часто меняются какие-то там конверты, подписи, не знаю, там, в общем, такие изменения, которые не требуют внутренней интеграции. И как раз именно эти изменения мы реализуем на своей стороне, тем самым абсолютно освобождая заказчика от мониторинга законодательства, тот работ их IT-служб и так далее. Вот. Таким образом, получаем, да, что RS Connect – это такая платформа для легкого, да, удобного взаимодействия с госорганами. Ну, и в конце хочу немножечко привести примеры, да, какие же сервисы у нас возможны, да, например, вот я уже говорила про цифровой профиль. Это такой сервис, который доступен большинству организаций, да, финансовых, страховых, МФУ и так далее. То есть через помощь цифрового профиля он, на мой взгляд, поставляет просто неограниченные возможности по работе с клиентами, потому что благодаря цифровому профилю можно получить все данные, которые вот, ну, даже вот как мы с вами, физические лица, да, имеем в своем личном кабинете на портале госуслуг, да, мы все знаем, что там можно получить там и различные выписки из ПФР, и два НДФЛ, и там права, и снилсы, ну, в общем, вся-вся наша информация сейчас содержится в госуслугах, и всю эту информацию может получать та или иная организация, естественно, конечно, при согласии, да, то есть есть такие два условия, без которых невозможно это получение, да, во-первых, клиент, да, должен дать согласие, именно вашей организации, получать по нему информацию, вот, но радует то, что это согласие единоразовое, ну, практически, да, единоразовое, то есть оно действует на большое количество времени, несколько, там, десятков лет, таким образом, не нужно каждый раз, когда нужно получить данные, это согласие заново запрашивать, то есть если согласие клиент дал, все после этого, как бы, организация, которая использует цифровой профиль в своей работе, может сколь угодно раз запрашивать данные, вот, ну, и еще одно условие, это, что у клиента должна быть учетная запись на госуслугах обязательно в статусе подтвержденная, но в целом это тоже, как бы, не проблема, потому что сейчас, да, там, все практические услуги предоставляются подтвержденной учетной записи, и в целом уже у большинства людей, да, если все учетные записи на госуслугах имеют статус подтвержденный. Вот, еще одна интересная, интересный сервис, да, про который я говорила в самом начале, который сейчас очень востребован, это такая, казалось бы, да, небольшая проверка, но она такая мастхевная, то есть должна быть обязательно практически у всех организаций, это проверка паспорта на действительность. В принципе, это, наверное, та проверка, с которой начинается любая работа с клиентом, да, то есть проверить в целом, да, паспорт действительно или нет, особенно если это делается, например, удаленно, когда на вашем сайте, например, или там в мобильном приложении клиент заполняет данные. Вот, раньше можно было проверять паспорт через там специальные реестры, которые МВД выкладывали у себя на сайте. Вот, с этого года, с начала года МВД официально заявили, что не будут, да, следить за актуальностью этим файлам, потому что есть сервис в СМЭВе, через который можно эту проверку осуществлять, да, то есть как это происходит, и система заказчика приходит запрос через этот сервис, например, с номером паспорта, да, наша система это формирует в нужный формат, заворачивает там нужные конверты СМЭВа, отправляет это в СМЭВ, и дальше приходит результат, недействителен или недействителен, и почему, да, там изъят, украден, еще что-то и так далее. Вот, в этом коннекторе также можно работать и без интеграции, да, с системой учета, если, например, там первоначально, пока еще непонятно, нужно это или нет, да, можно развернуть наш коннектор и проверять паспорта, ну, вручную, да, то есть есть в пользовательском интерфейсе панелька, куда можно вбить данные паспорта, да, и через там секунды вернется результат из МВД, действительно этот паспорт или нет. Еще один сервис, тоже очень в последнее время постребованный, особенно для банков, это подтверждение того, что человек, клиент, который приходит в банк, да, является, является мобилизованным, да, потому что банки обязаны предоставлять там льготные паникулы различные, там, освобождать там от задолженности ФССП и так далее, в общем, есть много там льгот, которые банки обязаны предоставлять, да, тем, кто был призван по частичной мобилизации, и, естественно, встает вопрос, как гарантированно понять, да, что нет никаких мошеннических действий, что действительно данный клиент является мобилизованным. Вот, у нас есть сервис, который как раз и позволяет это сделать. Также, да, отправляется запрос через МЭФ с данными клиента, и в ответ возвращается информация о том, был ли этот клиент призван по частичной мобилизации. Вот, ну, и также вот интересный сервис, хотела бы рассказать про информационную систему «Одно окно». В этом году, да, масштабно вступает в силу, уже действует вот эта цифровая платформа «Одно окно», которая создавалась, да, для такой прозрачности и удобства работы на внешнеторговой деятельности. Поэтому, если говорить касательно кредитных организаций, да, вот тот кусочек, который их касается, у кредитных организаций есть обязательство, да, включиться к единому окну, да, зачем? Потому что они должны из одного окна получить информацию о необходимости перевода денежных средств, а после того, как этот перевод совершен, кредитная организация обязана известить, то есть отправить в одно окно информацию, что денежные средства переведены. И вот это обязательство, это требование, да, законодательство мы тоже закрываем, причем тоже можно это делать без интеграции с системами заказчика, да, потому что, например, таких клиентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, их мало. Вот, ну и последний сервис, он такой, скажем, немного грустный прямо, да, потому что, но полезный, потому что когда есть возможность теперь у кредитных организаций получать уведомления о снятии с учета клиентов в связи с его смертью, да, тем самым тоже минимизировать различные мошеннические действия, теперь кредитные организации сразу могут получать эту информацию и блокировать там операции и так далее. Раньше требовалось какое-то время на получение информации, теперь это все можно получить быстро в онлайне через наш сервис, прямо очень хорошо работает СМЭФ в этом случае, ФНС отвечает быстро и получает кредитные организации всю необходимую информацию. Вот, ну и, конечно, наш коннект, да, также, как и все остальные сейчас программные продукты, да, был импортозамещен, да, сама платформа, то есть мы отказались от Oracle в поддержку Postgres, перешли на Astralinux и пакетное офисное приложение, тоже теперь у нас R7 Office, то есть мы перевели всю платформу на импортозамещенный стэк, у нас зарегистрирован наш программный продукт в реестре российского ПО, вот, и сейчас мы переводим все модули постепенно, тоже многие, прям, некоторые последние модули, мы их уже делали, да, с учетом на импортозамещенный стэк, они сразу заработают, некоторые старенькие, да, которые раньше делались, мы их будем переводить вот в течение там следующего года постепенно тоже, чтобы в конце получить полноценное решение, да, на полностью импортозамещенной платформе. Так, ну я вроде уложилась в 20 минут. Анна, да, уложились, спасибо вам большое за интересный доклад, подсветили тему банков, только, говорится, и не только. Анна, такой вот вопрос от Патимат, мне кажется, вы, в принципе, коснулись этого, но давайте еще раз прокомментируем, то есть Патимат вот интересуется, а как происходит взаимодействие, то есть в каком параметру ФНС, там тот же Росреестр дают вам ответ, так как вот не по всем ведь людям они как-то, ну, должны проверять, что запрос идет, например, по определенным людям, от определенной организации. Да, я поняла вопрос, как происходит взаимодействие, по какому параметру. Смотрите, тут все зависит от сервиса, да, ну, например, может быть, я так в моменте не скажу, но, например, да, чтобы получить данные с цифрового профиля по клиенту, там нужно отправить с НИЛС, извините, не с НИЛС, паспортные данные, да, но можно там с НИЛС, то есть там некоторые вариации, то есть каждый сервис имеет на вход некие, да, исходящие параметры, благодаря которым, значит, делается запрос и получается, ответ, то есть где-то нужно отправить ИНН, да, чтобы, да, по юрлицам, да, например, чтобы получить какие-то данные по ним. По физлицам, как правило, это там паспортные данные, либо с НИЛС, либо тоже ИНН. Вот, но опять же все зависит от того или иного сервиса, потому что требования у всех разные. А по поводу того, по всем ли клиентам или нет, проверяет ли как-то, да, госорган, типа, почему вы интересуетесь Ивановым, может быть, Иванов не ваш клиент, нет, таких проверок нет. То есть, по сути, реально организация может получить, которая подключена, да, является участником этой системы СМФ, например, да, или которая разрешена по АПЕ взаимодействовать с госорганом. То есть после этого разрешения можно получать информацию по любому, да, клиенту или даже не клиенту, потому что очень часто некоторые проверки нужно сделать еще до того, как вы сделали там этого сотрудника физического лица клиентом, например. Поэтому там проверок нету, можно получать по любым физическим лицам или юрбицам. В принципе, да, все верно, да, клиент пришел в банк обратиться за кредитом, правильно, он же еще не клиент банка, правильно, его надо проверить. Тот же паспорт, да, например, можно по всем людям, потому что это первая проверка, не действительно паспорт, все, мы даже клиентам такого человека сделать не можем. Да, Патимат благодарит вас за презентацию. Да, конечно, Патимат, презентация Анны будет вам отправлена уже по итогам конференции. Анна, подскажите, пожалуйста, о сроке внедрения вот вашей платформы у заказчика, сколько примерно он занимает? Тоже, да, частый такой вопрос, наверное, надо было сразу его осветить в презентации, тоже зависит от того или иного сервиса и еще зависит от того, нужна ли интеграция с системами заказчика или нет. Как правило, если вот, не знаю, возьмем проверку паспортов, да, где и пока без интеграции, то есть просто пока заказчик у себя разворачивает и вручную хочет проверять паспорта. То есть в целом это занимает там одну-две недели, потому что, по сути, нужно просто развернуть и настроить. Если нужна там интеграция, тут немножко подольше, да, потому что нужно еще проверить интеграционную часть, да, сделать вот эту интеграцию с системами заказчика, чтобы все бесшовно прям незаметно для сотрудника, там, банка или финансовой организации проходило. Вот, а есть некоторые еще очень объемные какие-нибудь коннекторы, да, там можно занимать, ну, если вот паспорта с интеграцией, то это может быть там три недели, четыре. Если говорить про какие-то объемные, то бывают, да, да, там до месяца-двух доходит внедрение. Вот. Также еще есть некоторые организационные моменты, да, потому что мы поставляем только ПО, а сама организация еще должна получить разрешение, да, подключиться к тому или иному сервису. То есть тут тоже раньше были какие-то задержки, но сейчас в целом все проходит очень быстро, и мы также помогаем оформлять вот эти документы на подключение. Ну, к вам несколько дней это занимает. Спасибо, Анна. И в завершении, кратенько, если можете называть, там, может, несколько каких-то ваших клиентов, самых любимых уже, которые пользуются вашей платформой, если можете, конечно, озвучить. Ну, я думаю, да, я не думаю, что это какой-то большой секрет, у нас на сайте они опубликованы, да, у нас есть крупные банки, да, такие как Промсвязьбанк, пользуются нашим решением Альфа-банк, Русский Стандарт, вот, есть там большой пул экзембишных банков, вот, поэтому сейчас мы начинаем активно работать, в том числе со страховыми, поэтому, в принципе, можете заходить на наш сайт, смотреть, у нас много решений, в принципе, указаны все наши ключевые клиенты. Субтитры создавал DimaTorzok